МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мои корабли дали течь. Мы потеряли якоря, тросы, шлюпки и множество припасов. Многие люди понесли увечья, все подавлены. А кто-то поклялся вечно служить Богу, если избежит смерти. Эти строки Христофор Колумб написал в 1503 году во время последнего путешествия в Америку, которое обернулось катастрофой в Карибском море. Около 500 лет спустя по миру прогремела новость об останках корабля, найденных у побережья Панамы. Неужели археологи нашли один из кораблей великого мореплавателя? Находка навлекла за собой обширное исследование. Ученые из Европы и США более года тщательно изучали обломки. Обследовались даже самые мелкие образцы. Используя новейшие методы, эксперты пытаются найти связь между находкой и знаменитым первооткрывателем Америки. Документы того времени также должны помочь разгадать загадку. Потерянные корабли Колумба Изучение обломков Фильм Марка Брасса и Карла Ванденхолла Портобелла, Панама, сентябрь 2003-го Профессор Дональд Гамильтон из Института подводной археологии при Техасском аграрно-машинном университете Человек, сделавший открытие, ставшее в 70-е годы, сенсационным. Он обнаружил старейшие корабельные обломки. С надеждой на больший успех, он со своей командой отправляется к месту находки. Гамильтон осмотрит и оценит орудия и якоря. Рядом с ним Филипп и Кастро, мировой эксперт по иберийским судам. Тысячи книг написаны об открытиях и путешествиях европейцев, об испанских завоеваниях. Что же касается судов, тех кораблей, на которых они плавали, то нам о них известно очень мало. Мы знаем гораздо больше о римских и греческих кораблях. Так что испанское затонувшее судно той эпохи – вещь необычайно интересная. С тех пор, как полсотни лет назад появилась подводная археология, все стали искать каравреллы, чтобы исследовать. Однако не нашлось ни одного судна, сохранившегося в достаточной степени. И находка подобного судна стала бы невероятным событием. Она дала бы нам много информации. Катера бросают якорь в маленькой бухте Плайя-Дамас. Готовится первое погружение. Американским экспертам не понадобится специальное оборудование. Опасные мели и течения не побеспокоят команду, ведь останки находятся в 20 метрах от побережья, на глубине примерно в 4 метра. Главный вопрос – можно ли будет по останкам установить возраст и происхождение корабля? И дадут ли они какую-нибудь информацию о команде и капитане? Сильно обросший якорь, останки шпанголота и обшивки первыми указывают на эпоху Колумба. Большое количество деревянных деталей вызывает у экспертов восторг. Они делают вывод о том, что корпус скрыт в песке. Интерес вызывает множество ровно сложенных пушек и небольшое количество ядер. Каменные ядра ясно говорят о том, что корабль очень старый. Другая находка также поможет узнать, когда корабль затонул. Большая часть корпуса изъедена морскими червями и напоминает пчелиные соки. Самая важная часть находки – это остров судна. Морские археологи всегда счастливы, когда находят деревянные остатки корпуса, по которым можно реконструировать корабль. Это восхитительно. Невероятное место. Над местом крушения придется ставить большую баржу с подъемником, потому что придется поднимать наверх достаточно большие объекты. Только так ученые смогут точно определить тип корабля. Пока лишь можно предположить, что это было парусное судно – «Каравейла». «Каравейлы» строились в Испании и Португалии в конце 15 века для дальних путешествий с целью великих открытий. Все признаки говорят о том, что это обломки испанского корабля. У якорей классические длинные веретёна и штоки, что является характерным для испанских якорей. Это наверняка был испанский корабль и почти наверняка постройки до 1550 года. Конечно, вопрос, когда именно? В 1500, 504, 510, 530. Но определенно в промежутке между 1500 и 1530. Во время эпохи Великих Открытий несколько блистательных капитанов исследовали побережье Латинской Америки. Однако, согласно источникам того времени, лишь один из них потерял корабль между Портабелло и Плая-Дамас – Христофор Колумб. Росток, Германия Отдел особых фондов в библиотеке университета Ростока в Германии. Историк доктор Хайнс Юрген Пропст годами изучал документы. Крупнейшая ценность библиотеки – старинная книга. В мире существует всего 10 экземпляров. Герцог Макленбургский купил оригинальное издание в 16 веке. В редком издании говорится о двух кораблях испанской экспедиции, которые затонули у побережья Панамы. Один назывался «Бискалину». Так по-итальянски называли судно «Вискайна» из Баскского региона. Это был один из кораблей четвертой, последней экспедиции Колумба. В этой экспедиции Колумба сопровождал его 13-летний сын Фернандо. Позже, как очевидец, он написал это путешествие к берегам Центральной Америки. Он сделал это в память о легендарном первооткрывателе. Для Колумба это путешествие стало самым ужасным в его жизни. Ему еще повезло, что он вернулся живым. А с исторической точки зрения, четвертое путешествие обернулось крупнейшей морской катастрофой того века. Во время первых экспедиций удача была на стороне великого мореплавателя. Вдохновленный свидетельствами Марка Пола, он решил доплыть до Китая, чтобы добыть испанской короне золото, шелк и экзотические специи. Морской путь в Китай еще не был открыт. Однажды, находясь на Порто Сана, португальском острове в Атлантике, Колумб принял важное решение. Он жил в маленьком доме на острове в течение пяти лет. Часто местные жители говорили ему о странных деревьях и телах людей с необычными чертами, которые выносило на берег. Колумб был убежден в существовании нового света, который предстояло открыть на Западе. Он изучил течение, ветра и многочисленные карты Атлантики. В 1492 году он взял курс на Запад и нашел идеальный способ пересечь океан, все время параллельно течением и направлению ветра. В октябре того же года Колумб высадился на Гуанахани, одном из багамских островов, открыв таким образом Америку. Испанский двор ликовал от радости. Король и королева дали разрешение на две новых экспедиции. Новоизбранный вице-король стал правителем нового света. Позже, однако, обвиненный в дурном управлении, исследователь впал в немилость и вернулся в Испанию в Кандалах. Севилья, Испания Школа испано-американских исследований в Севилье. В этом институте хранятся редкие документы времен четвертого путешествия падшего героя. Ведущему эксперту в этой области, профессору Консуэло Варрелле, известно, почему, несмотря ни на что, Испания вновь призвала на службу своего морского адмирала. Он был тем, кто действительно мог найти путь. Он чувствовал новый свет, знал, куда плыть. Он умел искать путь по земле и океану. Сыграли роль и его экспедицию. У него было гораздо больше опыта, чем у начинающих мореплавателей. Они везли с собой вино и оливковое масло, потому что без масла в этой стране невозможно готовить. Вино и масло происходило из Андалузии. Все это хранилось в больших сосудах, тинахах. Тинахи для оливкового масла по сей день очень популярны в Андалузии. Там и сейчас в них хранят масло. 9 мая 1502 года небольшой флот отплыл из Кадиса. Корабли плыли под испанским флагом. Колумб планировал с помощью ветра и течения достичь за четыре дня Канарских островов, где можно было пополнить запасы пресной воды и провианта. Упорный исследователь ждал этого момента почти два с половиной года. Он хотел еще раз показать своим критикам, сколь важными для короны были его путешествия. Такое путешествие вокруг света восстановило бы репутацию Колумба. Если бы он достиг Азии, направляясь на запад, обогнул Африку и вернулся в Европу, это стало бы триумфом и высшей точкой его блистательной карьеры. Портобелло, Панама В январе 2003 года немецким ученым впервые дали разрешение обследовать место крушения у Портобелло. По случаю столетца дня объявления независимости Панамы, немецкое посольство объявило о своем намерении помочь исследователям из Фрайбурга. Глава команды — специалист Клаус Кеплер. Направляясь к месту находки, Кеплер ищет подходящую якорную стоянку, место, которое Колумб мог некогда выбрать для стоянки своих кораблей. Бухта Плая-Дамас подходит идеально. Независимо от того, что мы найдем внизу и от того, кто привел сюда этот корабль, очевидны две вещи. Во-первых, корабль не налетел на риф из-за шторма. Эта бухта защищена большим рифом. Корабль налетел бы на него до того, как зашел бы в брукту. А если бы он пришел оттуда, с северо-запада, то шторм бы отбросил его туда. Значит, корабль не пронесло волнами. И это точно на 100%. Во-вторых, корабль не привели сюда для починки. Если бы это было так, капитан не выбрал бы это место. Он бы подвел корабль к песчаному берегу на той стороне. А этот корабль встал здесь на якоре, специально. Но почему? Неужели судно было в очень плохом состоянии? Кеплер уверен, что ответ лежит на морском дне. Для немца очень важно расположение судна и отдельных объектов. Он надеется, что общая картина поможет выяснить, что привело к затоплению судна. Каждое погружение для Кеплера — сложная задача. Сначала он обследует боеприпасы. Он тщательно считает и измеряет каменные ядра. Количество и размер снарядов — важный элемент в оценке общей картины. Внимание Кеплера привлекает еще одна деталь. Несколько пушек среднего размера аккуратно сложены, как будто для хранения. Это говорит о том, что корабль не мог затонуть внезапно. Что же случилось? На каждую пушку едва приходится по два-три ядра. Это бессмысленно. Такое ощущение, что все эти пушки были перемещены на корабль специально и сложены там, после чего корабль был покинут. Корабли Колумба пересекли Атлантику без проблем. В июне 1502 года опытный адмирал взял курс на большие Антийские острова. Затем он отдал приказ плыть строго на запад, считая, что отсюда начнется путь в Индию. Он пользовался самыми простыми средствами навигации. Корабли шли по открытому морю две недели, пока не достигли острова Гуанаха у побережья Гондураса. На флагманском корабле царил восторг. Колумб полагал, что достиг земли, о которой так долго мечтал. В своей четвертой экспедиции Колумб хотел достичь вершины карьеры, найти путь через перешей. Он полагал, что высадится в Китай и увидит императора. Это должно было стать его последним путешествием, из которого он должен был вернуться с триумфом и золотом. Однако Колумб нашел не Китай, а побережье Латинской Америки. Однако там, у Панамы, четыре старых корабля попали в жестокий шторм. Громы и молнии порой столь сильны, что люди боятся открыть глаза. Иной раз кажется, что корабли потонут, а небо упадет на нас вверх. Мы плыли то в одном направлении, то в другом. В постоянной борьбе со всеми природными стихиями. Во время жутких штормов мы страшились молнией из-за огня, ветра из-за его силы, воды из-за высоких волн и земли из-за рифов и скал у незнакомого берега. Фернандо Колумб описал весь драматизм ситуации по памяти 50 лет спустя. Оказавшись беспомощными перед лицом стихии, 150 человек на борту четырех кораблей едва смогли выжить. Потрясенные моряки дали клятву поклониться святыням, и первым среди них был Колумб, набожный католик. Плая Дамас, Панама, январь 2003-го. Клаус Кэплер снова направляется на место открытия, в Плая Дамас. На этот раз с ним едет археолог доктор Карлос Фиджеральд. Эксперты собираются достать образцы дерева, чтобы отправить их в Германию для исследования. Через семь лет они впервые получили разрешение на археологическое исследование материала. Теперь главное сделать верный выбор. Ученых особенно интересует древесина, на которой отчетливо видны следы деятельности морских червей. До 1508 года корпусы европейских кораблей не покрывали свинцом. Для судовладельцев это оборачивалось большими бедами. Внезапно обнаружилась сенсационная находка. Ныряльщики нашли осколок тенахи, глиняного сосуда. В них испанцы хранили травы, масло и вино. Доктор Карлос Фиджеральд осторожно отделяет деревянный фрагмент. Возможно, он позволит точно узнать, кто был на этом корабле и когда судно достигло берегов Панамы. В наших знаниях о Колумбии еще очень много белых пятен. Ведь неизвестен даже тип его судов. Это может быть каравелла или нау. Пока сказать трудно. Вот еще одна весьма любопытная деталь. Дерево очень старое и изъедено морскими червями. И это кусок от довольно длинной детали корпуса. Вот здесь даже видны следы обработки дерева. Отличная, но очень хрупкая вещь. Надеюсь, она поможет нам выяснить информацию. Вот здесь какой-то металл. Похоже, крепление. Вот здесь. Оно, вероятно, прикрепляло две другие детали. В начале февраля 2003 года объекты отправляют в Берлин в контейнере с пометкой «Дипломатический груз». По окончании штормов состояние кораблей «Колумба» было далеко не лучшим. Сам мореплаватель в 51 год страдал от болезни. Его одолевало подагра. Корабли постоянно давали течь. Члены команды в отчаянии откачивали воду днем и ночью. Два судна были сильно изъедены червями. Плотники постоянно чинили корпус. Помимо этого, «Колумба» волновала состояние команды. Многих подкосила болезнь, а запасы продовольствия подходили к концу. Свежую рыбу добывали лишь изредка. Многие удочки и крючки были потеряны. Адмирал отдал приказ сократить выдачу продуктов. На трех моряков приходилось по одному яйцу в день. Ситуация ухудшилась, когда организм испанских моряков перестал усваивать фрукты, что они привозили с берега. «Колумб» оказался в настоящем тупике. Но, несмотря на все беды, он открыл заливы Рет-Рете, Бастиментос и Пуэрто-Гордо перед тем, как направиться в Беллен. Индейцы сообщили ему, что в конце реки находится море. Может, по этому каналу он сможет продолжить свое кругосветное путешествие? Безотлагательно, Колумб посылает 70 человек исследовать джунгли. Несчадно палящее солнце и крайняя влажность истощили силы европейцев. Но они все равно не сдались. В итоге они натолкнулись на добродушных местных жителей. Европейцы не могли поверить своим глазам, когда те подарили им ценные подарки – предметы из чистого золота. Колумб создал там поселение. Он полагал, что находится в Китае. Он назвал поселение Беллен в честь святого города Вифлеема. По сей день это название напоминает нам о первооткрывателе. Берлин, Германия. В конце февраля 2003 года тяжелая посылка прибыла в Берлин. Ученые из Германского археологического института с нетерпением ее ждали. В ней содержатся образцы затонувшего корабля. Отличный образец. Это сделали морские черви. Они уничтожают все. Попробуем это исследовать. Доктор Карл Уве Хойснер – специалист по дендрохронологии. Он определяет возраст и происхождение древесных останков. Дендрохронология или исследование годичных колец – единственный в наше время метод, дающий точную информацию. Ученые исследуют годичные кольца под микроскопом. Каждое кольцо равняется одному году. Затем новый образец сравнивается с другими, уже изученными, и выявляется время, когда дерево погибло. Это дерево было относительно молодым. Оно было желательной формы и использовалось по назначению. Старые деревья не использовали. Ранние кораблестроители часто прибегали к подобной технике. В то время в основном использовали стволы, которые от природы имели нужную форму. Редко, когда соединялись части разных стволов. Линия между сердцевиной и заболонью позволяет выявить возраст. И в этом образце сохранилось даже последнее кольцо перед корой. Можно было бы установить возраст с точностью до года. Однако в этом куске дерева всего 30 колец. Недостаточно, чтобы точно определить возраст. Но в этом случае на помощь придет радиоуглеродный анализ, который проведут в университете Киле. Остановка в Беллэне обернулась для Колумба кошмаром. Он хотел уплыть, но корабли не могли выйти из гавани. Жестокие шторма бушевали в море. Изможденным морякам оставалось только ждать. Колумб редко выходил из каюты. Его мучили приступы подагры. Он страдал от жары и невыносимой боли в глазах. Он был разбит, его терзали страхи. Он с ужасом думал о том, что его миссия вот-вот провалится. Колумб был болен и редко покидал каюту. Это видно по стилю его писем. Колумб чувствовал, что его жизнь медленно подходит к концу. В то время он начал разбираться с долгами. Хотя он и не мог их выплатить, он писал долговые расписки. А несчастья не кончались. Корпус Галлеги окончательно изъели черви. Матросы уже не могли откачивать воду. У адмирала не было выбора. Он приказал перегрузить все припасы с Галлеги на другие корабли. Пушки, припасы и матросы были распределены между оставшимися тремя судами. Дополнительный несущий риск груз. Для полной картины бедствия индейцы устроили бунт. Они не собирались больше терпеть чужеземцев. Разгорелась яростная борьба. Колумбу пришлось действовать быстро. Как только задул благоприятный ветер, три корабля направились в открытое море. Десять испанских моряков погибли, а Галлега была брошена. Печальный исход для Колумба. Севилья, Испания. Это Агрикоэм в Севилье, в Испании. Современнейшая лаборатория спектрального анализа. Здесь химики исследуют кусок амфоры, найденный Кеплером и Фитджеральдом. Цель — определить состав отложений на внутренней стороне. Соскобленный материал измельчают, очищают и растворяют в ацетонии. Затем его нагревают до 10 тысяч градусов по Цельсию. Смесь испускает электромагнитное излучение, которое можно измерить. Данные поступают в компьютер. Процедура позволяет ученым сделать выводы относительно состава образца. Мы пришли к выводу, что на внутренней стенке был налет оливкового масла. Известно, что в ту эпоху оливковым маслом пропитывали емкости изнутри, чтобы защитить их содержимое от влаги в море. Нельзя точно сказать, что хранилось в сосуде. Это мог быть майоран или семена туси. Доктор Буза смог установить происхождение оливкового масла. Оно из Южной Андалузии. Химики указали на тот же продукт, что был в списках припасов Колумба. Держась на безопасном расстоянии от берега, Колумб поплыл на юго-запад. Он поступил против воли экипажа, который хотел плыть к Испаньоле, то есть к современному Гаити, где находилась испанская база для ремонта кораблей. Один лишь адмирал знал, что нужно было плыть вдоль побережья и лишь потом пересекать море. Но люди были недовольны. Они считали, что еле державшиеся на плаву корабли должны плыть прямо на Испаньолу. Так Фернандо Колумб описал позже напряжение, возникшее между его отцом и командой. Среди моряков росло недовольство. Но Колумбу снова удалось убедить команды. В апреле 1503 года флот достиг ввод у Пуэрто-Гордо в Батиментусе. Здесь, как говорят старинные документы, Колумб пошел еще на одну жертву. Он знал, что придется бросить Вискаину, и тогда его мечта о кругосветном путешествии обратиться вправо. Все вещи с Вискаины были перенесены на два других корабля. Но в итоге пришлось бросить множество пушек. Он приказал сгрузить лишние пушки на Вискаину. Только так два корабля с командой и более сотни человек могли безопасно пересечь их. Загруженную Вискаину оставили в бухте, где-то между Пуэрто-Гордо и Батиментусом. Теперь у меня осталось два судна, не в лучшем состоянии, прогнившие, изъеденные червями, дающие течь. «И на них мне предстоит проплыть 7000 миль по океанским волнам или погибнуть в море с моим сыном и командой», – писал Колумб. До сих пор неизвестно точное место, где была оставлена Вискаина. В письме к испанскому королю поверженный мореход упомянул бухту Пуэрто-Гордо, где в наши дни находится Портабелло. Фернандо Колумб также упомянул Портабелло. Только в его записях он упоминается как Бельпорто, прекрасная гавань. В 1513 году испанский капитан Диего Никуэсо нашел в лагуне якорь. Согласно источникам того времени, он утверждал, что это якорь с корабля Колумба. Однако упоминания о корпусе судна не было. В то время корпус судна не был найден. Я полагаю, что он был заполнен водой, и моряки не смогли вытащить его на берег. Тогда они закрепили его у земли якорем. Затем течением или по иной причине корабль отнесло от берега, и он разбился. Документом первостепенной важности о четвертом путешествии Колумба являются записи очевидца Фернандо Колумба. Однако верность данных подвергают сомнениям. У нас нет оригинала на испанском. Он был переведен на итальянский и издан в Венецию. К тому же хроники в то время велись не с той же точностью, что в наши дни. Иногда опускали имена. Не вносили географические названия. Бискайна могла затонуть в Номбре де Диос, в Бастементус или Портобелло, кто знает. Нужно также всегда помнить о том, что записи об этом корабле были созданы только через 50 лет после путешествия. Несмотря на это, вполне вероятно, что под прекрасной гаванью он имел в виду бухту Плайда-Марс, и Вискайна затонула именно там. Однозначные находки свидетельствуют в пользу этой теории. Во-первых, количество аккуратно сложенных пушек. Это не могут быть пушки с одного корабля. Все эксперты с этим согласны. Во-вторых, изъеденный червями остов корабля позволяет сделать вывод о том, что корпус судна не был покрыт свинцом или медью. Это значит, что судно прибыло сюда до 1508 года, так как после этого все корабли, шедшие в Новый Свет, защищались металлом. Якорь также подтверждает теорию Свискайны. Якорь со штоками и большим кольцом крепили скорее на веревку, чем на цепь. Такие якоря типичны для испанских судов 16 века, и их использовал Колумб. Кииль, Германия. Апрель 2003-го. Ученые из Киильского университета надеются на успешное завершение анализа деревянного образца. Так как дендрохронология не дала результата, в лаборатории будет произведен радиоуглеродный анализ. Это метод измерения изотопа углерода 14. Для этого кусочки древесины нужно химически обработать и нагреть. Ускоритель частиц позволяет измерить радиоактивность материала и дает информацию о примерном времени гибели дерева. Профессор Грутц датирует образец 1475 годом. Эта дата сделает теорию вероятной, поскольку рост дерева должен был идти в период минимум 20-25 лет до затопления корабля. Это достаточный период для того, чтобы дерево выросло, было срублено и использовано для постройки корабля, поплывшего в Панаму. То есть наши данные подтверждают теорию, не доказывают, но и не противоречат ей. Датировка по углероду 14 не является крайне точной, однако она помогает археологам относить исторические объекты к определенной эпохе. Этим методом исследовалось и оливковое масло из Андалузии. Знаменитые ученые из Килля пришли к поразительным выводам. Неожиданный факт. Возраст оливкового масла на сто лет больше, чем возраст древесины. Но этому должно быть объяснение. Возможно, глиняные сосуды использовали намного раньше, и масло отложилось на стенках уже тогда. Возможно, причина в этом. Эксперты из Испании пришли к тем же выводам, что и немцы. Это невероятный успех. Плайо Дамас, Панама. Сентябрь 2003-го. Команда в Панаме уверена в одном. Останки корабля в Плайо Дамас старейшие из всех найденных останков у побережья Америки. И они относятся к эпохе Великих Открытий. Следующая цель — определение типа корабля. Это каравелла или нау? Ныряльщики используют скутер, чтобы удалить песок и найти подсказки. Дональд Гамильтон и Филиппо Кастро находят деревянные части, но пока не видят характерных элементов. Кастро берет еще один образец дерева для коллег из США. Пока что двое ученых ничего больше сделать не могут. Невозможно добраться до острова без мощного оборудования. Корпус глубоко погружен в песок. Я знаю, что это Стрингерц. И что он крепится к острову. Поверх острова идет обшивка. И пока что это все. Возможно, мы почти добрались до Килля, под кораблем. Мы годами искали останки корпуса корабля эпохи Великих Молеплавателей. Мы находили затонувшие испанские суда, но от их корпусов мало что осталось. Из всех остров того периода, что я видел, этот наиболее сохранившийся. Он может многое поведать нам о конструкции кораблей того времени. Науке очень мало известно о корабельном деле в конце 15 века. Нет ни чертежей, ни планов, ни гравюр. Реконструкцию можно сделать лишь по археологическим находкам. Пушки, якоря и форма шпангоутов позволяют нам вывести некие теории. Гамильтон и Кастро полагают, что это каравелла. Испанцы часто использовали их для заморских экспедиций. Вилла де Конде, Португалия. Декабрь 2003 года. На Вилла де Конде, в деревушке на Атлантическом побережье, находится копия Нау. Это судно похоже на каравеллу во всех отношениях, но в то же время имеет отличия. Филиппе Кастро имеет возможность сравнить останки корабля в Плайо-Дамас с копией. Может, теперь получится подтвердить теорию о каравелле. Можно представить себе ее, глядя на это судно. Вот здесь у нас киль, нижняя часть обшивки и первые стрингеры. Прямо за мной продольные укрепляющие балки, идущие от форштевня до кормы. Надо запомнить, как они выглядят, так как у затонувшего корабля они видны. Глядя на нашу находку и на этот корабль, можно понять, сколько деталей отсутствует. Боюсь, их придется реконструировать. Совершенно ясно, что затонувший у Панамы корабль — каравелла или Нау. Размер места крушения подтверждает теорию. Однако, лишь раскопки дадут ясность. А где-то на пути к Испаньоле корабли Колумба сбились с курса. Никто не знал, куда их несет ветер. Они плыли по открытому морю к Ямайке много дней, постоянно опасаясь пойти ко дну. Корабли стали крайне ненадежными. Черви изрядно над ними потрудились. Вся команда тремя насосами не могла откачать воду, что сочилась внутрь. Ничего нельзя было сделать с повреждениями, нанесенными червями. Еще один корабль был почти наполовину под водой. И он чуть было не пошел на дно у меня под ногами, когда Господь чудом направил меня к земле. 25 июня 1503 года Колумб спас себя и команду, зайдя в небольшую бухту у северного побережья Ямайки. На другой день он приказал вытащить корабли на берег и построить хижины для защиты от местных племен. Колумб был разочарован, подавлен и болен. Он потерял все. У него не осталось денег, он не нашел золота, он не нашел новый путь. И хотя он был крайне сильной личностью, он оказался в печальном положении. Думаю, для него это было катастрофой. Вдобавок, на Ямайке произошел окончательный раскол команды Колумба. Большая часть матросов ушла внутри острова. Колумб и горстка верных ему людей остались блуждать в бухте Санта-Глория. В итоге несколько добровольцев поплыли в шлюпки в открытое море искать помощь. Позже с Испаньолы прибыл корабль. Он привез хлеб, чтобы накормить людей. У нас есть расписка, которую Колумб дал прибывшему человеку. Диего де Сальседо. Колумб подписал расписку. Он заплатил 15 песо золотом Диего де Сальседо за то, что тот привез хлеб и другую пищу, чтобы кормить людей на пути из Санта-Доминго в Севилью. В ноябре 1504 года Колумб вернулся в Испанию из четвертого последнего путешествия физически и духовно опустошенным. Берлин, Германия. Январь 2004. Во всемирно известной лаборатории в Институте Радгена в Берлине с большой точностью определяют возраст старинных сосудов методом термолюминесценции. Доктор Кристиан Годике также обследует частицы амфоры, найденные в Панаме. Но в отличие от его испанских коллег, он интересуется внешней стенкой сосуда. Он берет четыре образца. Их измельчают, очищают и нагревают до высочайших температур. Во время этого процесса глина излучает радиацию, по которой довольно точно можно установить возраст. По нашему опыту, мы часто датируем объекты более поздним временем, чем есть на самом деле. Помня об этом, при анализе полученных образцов, можно сделать вывод, что скорее речь идет о двух датах около 1450 года, чем о двух датах около 1530 года. Обе даты хронологически близки, что также говорит о высокой точности. Происхождение и возраст сосуда определенно убедительное доказательство в пользу теории Колумба. Плайо Дамас, Панама, январь 2004-го. В бухте Плайо Дамас археолог Филиппо Кастро планирует поднять весь корпус и исследовать его. Он получил результат еще одного анализа, проведенного в Майами. Американцы датировали образец в 1530-м, 1550-м годах. Однако точность невысока, так как анализ не ввелся тщательно. Поднятие на поверхность корпуса корабля, его разделение на части и изучение, потребует привлечения специалистов со всего мира. Это будет крайне важное событие. Это важно для истории технологии. Там чудесная коллекция пушек. А сам корпус просто бесценен. Что бы там ни было, это же объект начала 16-го века. Кастро готовит место к главной операции с экспертом в этой области. Каждая мельчайшая деталь должна быть описана и измерена. Эти измерения крайне важны для того, чтобы машины затем смогли поднять все ценности со дна неповрежденными. Команда планирует начать операцию через несколько недель. Время поджимает. Археологический институт Техаса послал запрос на проведение работы. Правительство Панамы должно теперь одобрить операцию. Там столько всего. Это бесценно. Это были первые испанские суда в Америке. Это так вдохновляет. Мы исследуем останки. Изучив остров, мы многое узнаем о корабле. Если мы все сделаем правильно, и нам повезет, мы сможем узнать название корабля. Если же нет, мы ничего не потеряем. Мы лишь приобретем. Мы узнаем о нем намного больше. Мы узнаем больше об истории. Но затем проект был остановлен. Губернатор провинции не одобрил проведение операции. Приложив столько усилий за последние годы, ученые должны уехать, так ничего и не узнав. Решится ли что-то в результате дипломатических переговоров? До сих пор, 500 лет спустя, дело Христофора Колумба еще не закрыто. Слишком много тайн все еще связано с его личностью и странствиями. Всю жизнь амбиции побуждали его колесить по миру. Он делал великие открытия, а славу присваивали себе другие. 20 мая 1506 года, в последние часы жизни, Колумб был брошен и покинут всеми. Королевский двор отрекся от него, а люди забыли его имя. Его четвертое и последнее путешествие должно было стать величайшим триумфом, но обернулось бедствием. Христофор Колумб – великий мореплаватий. Его имя – символ эпохи великих первооткрывателей, решивших покорить мир. Легендарная правительница кельтов. Она бросила вызов могуществу Рима. На протяжении веков ее рассматривали в качестве фигуры, стоящей в одном ряду с королем Артура. Уникальное археологическое исследование, открывающее тайны мятежной...